Всем привет! Уже настал 2024 год. Я бы хотел разобрать по полочкам 2023 год, так как я считаю его моим самым лучшим годом вообще в своей жизни. Я много что попробовал, я много что делал, переделывал. Сейчас я буду смотреть сторис в своем инстаграме и говорить, комментировать, что я тогда чувствовал. Давайте начнем с января. Первое это... 5 января я выросил первую сторис в этом году, 2023 точнее. Я написал, что с 9 января сажусь на жесткую диету. Я хотел питаться только овсянкой, яблоками и все. До диеты я продержался примерно один день, наверное. Я не знаю. И вообще не похудел. И представить себе не мог, что не есть это так сложно. И вообще я не понимал, что такое пищевое поведение и как оно работает, и как люди худеют. Вот, поэтому я забросил и не стал худеть дальше. Дальше идем в февраль. В феврале, 3 февраля я пошел в Академию имиджа. Могу сказать, что мне эта Академия дала какую-то легкость, наверное, в общении с людьми. Я стал более уверенным в этом плане. Я стал понимать себя немного лучше. Я стал находить какой-то общий язык с людьми, как-то с ними коммуницировать, быть открытым. Я понял, что не нужно стесняться себя, нужно быть таким, какой ты есть. И действительно, это реально помогает в окружающей среде, в нашем обществе, где мы коммуницируем, где мы общаемся. То есть, весь февраль у меня проходило это обучение. У меня были занятия по актерскому мастерству, моделингу, технике речи. Также у меня была пластика, что для меня в тот момент было не очень классно, потому что я был очень пухленьким. И мне это очень сложно давалось. С февраля по март я учился в Академии имиджа и хорошо для себя себя раскрыл. Что у меня происходило потом в апреле? Я параллельно учился в универе. Начал снимать тиктоки, норился, шортсы. У меня начали залетать на ютубе шортсы. Благодаря этому у меня здесь уже 2000 подписчиков. Да, это не так много, но все равно. Вот, в мае я начал ходить на концерты разные. Многие у меня спрашивают, откуда у тебя деньги? А почему ты ходишь почти на все концерты? Хочу ответить на этот вопрос, что какая вам разница, откуда у меня деньги и как я хожу на концерты? Я туда попадаю, я туда прихожу, я туда кайфую. Все, это самое главное. Я прихожу туда кайфовать. В июне я сдавал сессию. Мне было, в принципе, не так уж и сложно. Я и на концерт ходил, и сессию сдавал, и гулять ходил. И вообще, просто кайфовало в жизни, что я делаю сейчас. Господи, пожалуйста, хоть бы это продлилось дальше. Июль, и я готовился к ВК-фесту. Я купил себе вещи. Я пошел потом на эту синюю дорожку. Увидел всех звезд российского шоу-пизнеса. Потом я пошел на концерты. Это было все два дня. Эмоции я получил на год вперед. До сих пор ВК-фест является одним из самых любимых фестов, концертов, на которых я был когда-либо. В принципе, в июле я только что и делал, ходил на концерты, гулял, потому что уже были каникулы. Потом я пошел один в клуб. Да. Я никогда не ходил по клубам один. И вот в июле 2023 года я пошел один, познакомился там с классным человеком, с которым мы протанцевали всю ночь. Было очень весело, очень классно, задорно, круто. Также в июле я начал делать какие-то небольшие фотосессии на айфон. Сфоткал двоих человек и, в принципе, забросил, потому что никто не хочет, не хотел фотографироваться. В августе я продолжил ходить на концерты. Ходил на Ольгу Серябкину, на урбанистический форум. Ходил на всякие выставки, музеи. Потом, 5 августа, я познакомился с классным человеком, с которым я до сих пор продолжаю общаться. Я позвал его на концерт в Мари Крамбрере. Мы встретились первый раз через 5 дней после знакомства в интернете. И все было хорошо. Концерт был классный. Человек был классный. Мы как-то сразу законнектились. А факт в том, что я писал ему еще в марте, он мне ответил только в августе. Вы представляете? В дине августа я пошел на кастинг на ТВ-3. В шоу вы поете великолепно. Этот выпуск уже вышел, вы можете его посмотреть, мое выступление я везде выкладывал. Я прошел кастинг и пошел ждать, когда меня позовут уже на съемки. И также параллельно я начал ходить в зал. Это просто самое большое достижение для меня в этом году. В сентябре начался третий курс у меня. Я продолжаю ходить в зал. И в сентябре у меня были съемки «Вы поете великолепно». Это был классный просто опыт, реальная студия, реальные люди, знаменитости, с которыми ты пообщался, ты их любишь, ты их видел по телевизору. А вот они у тебя живые. И это просто классно. Я всегда мечтал побывать на такой вот большой какой-то телевизионной съемке, где много продюсеров, режиссеров, камер, техники. Все кто-то что-то за что-то отвечает. И ты просто на это смотришь, и ты даже не устаешь. Я говорю про себя. Я вообще не устал в тот день. Хоть мы там и были примерно 8 часов, все это длилось. И примерка, и гримерка, и фотографии, и съемка. Но я вообще не устал. Я бы там жил, мне кажется, всегда. Также в сентябре я похудел на 10 килограмм. Потом уже стал весить 97. Также в сентябре я еще снялся в сериале у Ванни Дмитриенко от нашего университета. Продолжал ходить на концерты. И начал очень много гулять с другом. Спасибо ему за это, что приучил меня ходить много шагов в день. В октябре я все так же продолжаю ходить в зал. И я уже скинул на конец октября 16 килограмм вроде. Или 18. Я точно не помню, но уже нормально так. В ноябре выходит выпуск с моим шоу СТВ-3. Вы поете великолепно. Также в ноябре у меня был день рождения. Я его классно отпраздновал. Сам один. Никто ничего мне не подарил. Но я сам себе устроил подарки. Праздник это самый год. Ну и уже в декабре я похудел на 30 килограмм. Общаюсь с человеком из августа. И надеюсь, что мы будем общаться дальше. Также хожу на концерты. Также отдыхаю. Также учусь. Все в принципе стабильно. А стабильность это вроде как хорошо. Всех с Новым годом. Всем спасибо за прослушивание. Хороший праздник.